Приморские сельхозпроизводители заготовили корма для животных на зиму и спахали поля к новому сезону, несмотря на сильный удар природной стихии в этом году. По урожайности мы, конечно, потеряли в два с лишним раза меньше получили урожай картофеля. Если брать только производственные подразделения, 32 тысячи тонн получили. В сравнении с прошлым годом, когда 65 тысяч тонн только от фермеров и предприятий получили и более 205 тысяч с населением, то в этом году фактически на 100 тысяч тонн картофеля. Люди по всей России ощутили значительный рост цен на яйца. Министр сельского хозяйства Приморья рассказал, какая обстоит ситуация в крае. Конечно, это немного цену подняло, но из-за того, что наши производители сдерживали цены, мы не ощутили, в отличие от тех регионов, когда цена поднялась на 40-50% в течение полутора месяцев, такого в крае не было. У нас в течение года поднялась на 26%. В последние годы увеличивается товарооборот Приморского края с Республикой Беларусь. В каких направлениях удалось достичь взаимовыгодного сотрудничества, сообщил Андрей Бронс. Мы работаем уже 5 лет активно с компаниями из Беларуси, поставщиками техники, оборудования. Два года уже работаем на поставке удобрений, те, которые не выпускаются в Российской Федерации. Это комплексные удобрения с микроэлементами, подбираем состав микроэлементов и практически порядка 10-15 тысяч тонн ежегодно и планируем в будущем будет поставляться из Республики Беларусь. Отметим, чтобы не возникло кризисных ситуаций, особенно на продовольственном рынке, все виды поддержки будут сохранены. Для этого в бюджете 2024 года заложено более 5 миллиардов рублей. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.